Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! Пусть Бог благословит это время. Каждого из нас. Тема, о которой мы сегодня поговорим, это духовная зрелость и повиновение. Я думаю, что каждый человек, который считает себя верующим, он должен идти по пути взросления. И чем человек действительно зрелый, больше зрелый в Боге, тем ему понятнее само по себе состояние послушания, послушания Богу. В Писании вообще очень много об этом говорится. И сегодня мы коснемся одной из граней этой темы. Потому что всегда здесь возникают конфликтные ситуации, здесь возникают недоверие, какие-то вопросы, еще что-то. Это то, что касается внутреннего мира человека, вот верующего. И на самом деле, когда человек не хочет повиноваться Богу, он никогда не будет повиноваться лидеру, которого поставил Бог. Он всегда будет оспаривать это лидерство. И он всегда будет как бы объяснять вот свой выбор тем, что вот этот человек, он плохой. Он в этом не прав, он в том, а здесь надо было так, а здесь надо было вот так поступить. Возникает встречный вопрос, а почему ты, если ты так хорошо все знаешь, не в этой позиции? Почему ты не взял на себя эту ответственность и не покажешь, как нужно по-настоящему быть? В Писании много таких примеров. И давайте мы вначале обратимся к посланию к евреям, для того, чтобы забазироваться сразу на Священном Писании. К евреям, 13 глава, откройте, пожалуйста. Послание к евреям, 13 глава, 17 по 21 стих я зачитаю. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, «Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего, Ищуа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Ищуа Мессию. Ему слава в веки веков. Амин. Семнадцатый стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. И дальше идет объяснение, почему нужно это делать. Потому что эти люди неусыпно, то есть если и спят, то часто могут и не спать хорошо, не досыпают из-за этого. Заботятся или пекутся о душах ваших. Обратите внимание, заботятся именно о душах, а не о том, чтобы там работа новая появилась, или одежда какая-то, или возможность в отпуск поехать. Эти темы тоже все мы молимся, да. Но главная задача лидера или человека, который взял на себя ответственность, сказать перед Богом и перед другими людьми, что я буду для кого-то опорой, я буду для кого-то примером в жизни, я буду для кого-то тем, кто поможет ему продвинуться как-то, да. Вот это лидер. Это человек, который соглашается обнажить себя фактически, вот обнажить свою жизнь. Потому что люди, которые находятся в стане, вот допустим, да, или в общине, очень часто они не обнажают себя, так, как это делают лидеры. То есть, когда что-то происходит с лидером, это все видят, это все знают. Потому что человек находится как бы наверху. И все видно. Это люди, которые добровольно пошли на то, чтобы на примере их жизни Бог помог кому-то. Это могут быть правильные вещи, а иногда и неправильные какие-то вещи в жизни человека. Но человек сознательно идет на этот шаг. Мы можем учиться и на положительных, и на отрицательных вещах. Каждый из нас должен делать правильный вывод. Наставники будут давать отчет не перед людьми, посмотрите. Ведь очень часто люди хотят потребовать этот отчет. А ну что ты там, вот это, почему ты так сделал? А чего ты так решил? А зачем ты тому сказал вот это? Здесь написано «Обязанный дать отчет, но Богу». Это по тексту видно дальше. Пастыре-начальнику. Конечно, по возможностям мы стараемся отвечать и на вопросы людей, но иногда это невозможно и неполезно. Повинуйтесь наставникам вашим. Что такое повиновение? Как правило, люди думают, что повиновение – это тогда, когда вот он мне говорит, «А мне это нравится, я иду, это и делаю». Вот это и есть повиновение. Или он мне это говорит, а я тоже так понимаю и тоже так думаю. Я иду и делаю все это с радостью. Это не повиновение. Повиновение – это когда наставник говорит, ты полностью не согласен с ним, и ты идешь и делаешь это с радостью, как для Господа. Вот это настоящее повиновение. Когда ты согласен, а где же тут повиновение? В чем оно выражается? В том, что ты и так рад это сделать. Здесь нет повиновения. Точно так же, как Ишуа говорит, если вы любите тех, кто любит вас, вы ничем не отличаетесь от язычников. Правильно? То есть нам нужно определенное усилие, чтобы преодолеть барьер, который разграничивает эти территории. Я с этим не согласен. А почему я с этим не согласен? Я думаю по-другому. Мне кажется, что надо сделать иначе. Если бы я согласился, я бы думал так, как этот человек. Согласны, да? Но поскольку я на этот предмет или на это действие имею свое понимание, я не согласен. Но наставник настаивает на том, чтобы я сделал именно так. Да, но лучше же не так, а лучше вот так сделать, думает человек. И это и есть неповиновение. Просто формы неповиновения бывают разные. Стадии тоже бывают разные. Неповиновение. И обратите внимание, что на самом деле вредит человек не наставнику, а себе. Видите, здесь написано, ибо это для вас не полезно. Именно для людей не полезно. Такие вещи. Имеет ли право человек на свое мнение? Конечно, да и аминь. И нормальный наставник всегда готов его выслушать. Ты не согласен? Скажи почему. Аргументы человек говорит. Вот так, вот так и вот так. Очень слабые аргументы. Они ничего не меняют на самом деле. И наставник тогда говорит, все равно нужно делать вот так. Надо идти из точки А в точку Д. Он говорит, а я думаю, в точку С. Почему? Вот такие вот причины. Нет, все равно надо идти в точку Д. Почему? Потому что отвечать за это будет наставник. Понимаете, когда мы можем увидеть эти вещи, мы можем территории понять правильно, духовные. На моей территории находится, то есть моя часть, это послушание. Помочь реализовать видение, помочь реализовать что-то. И очень часто бывает так. Мне кажется, надо по-другому делать. Но до тех пор, пока я нахожусь в положении того, кто помогает, я могу сказать, но если, предположим, наставник все равно стоит на своем, я должен послушаться его. Очень часто в семье мы это видим. Родители детям говорят, надо вот так делать. А ребенок, нет, надо по-другому. Почему? Ну, ему кажется так лучше для него. С его позиции, с его высоты. Но родитель имеет больше опыт. Он знает, что будет наперед. Поэтому он все равно настаивает, а иногда нужно и наказание применить, чтобы все равно направить ребенка в нужное русло. И почему это делает родитель? Он уверен, что это благо для ребенка. Правильно? В Писании есть очень хороший пример. Он написан в книге «Исход», 32 глава. Там большой отрывок, поэтому я его просто перескажу. Книга «Исход», 32 глава, с 1 по 25 стих, когда Моисей поднимается на гору для того, чтобы получить от Бога скрижали, а люди, находясь внизу, в предпоследний день, перед тем, как он должен вернуться, считают, что он их бросил. Он куда-то пошел по своим делам, и люди говорят, вообще мы не знаем, что там с ним происходит, с этим человеком. Здесь мы видим отсутствие доверия, или то, что мы называем верой, доверия Богу, доверия наставнику. И все это в итоге приходит куда? К идолопоклонству. Там написано, что они сделали тельца золотого, ну и там еще были другие проявления греха, кроме поклонения идолу. Потому что эти вещи всегда идут одно за другим, они взаимосвязаны. И вот в жизни людей очень часто происходят похожие вещи. Когда человек ставит под сомнение авторитет наставника, так как это сделано было здесь, в итоге страдают эти люди, не Моисей. Сегодня мы точно можем сказать, что жизнь Моисея, она была абсолютно успешной, и такое, как он совершил служение Богу. Единственный, наверное, вывел из рабства, то есть такой хороший прообраз Мессии для нас. Моисей заступается даже за израильтян, и я седьмой стих прочту, и сказал Господь Моше, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Я специально так ставлю акцент. Бог говорит Моисею, твой народ, ты его вывел оттуда. Как бы показывает, ты отвечаешь за него, ты несешь ответственность за все, что там происходит. Когда Моисей обращается к Богу, он говорит, народ твой. И здесь нет противоречия, потому что в действительности этот народ, он должен был слушать во всем Моисея. Кому интересно, дома прочтите, как Моисей навел порядок. Он просто говорит, кто Господень, давайте идите сюда, возьмите меч, и идите и зарежьте тех, кто там остался с другой стороны. Очень как бы выглядит все недружелюбно, жестоко и жестко. Очень жестко. Причем там родственники же были, знакомые, друзья и так далее. И тут раз, и вся эта дружба закончилась. Прав Моисей был или нет? Почему прав? Потому что Моисей видел гораздо дальше, чем видят эти люди. Если бы все это осталось в Израиле, народ исчез бы, он просто выродился бы. Грех его изнутри съел бы, уничтожил бы, и враги одолели бы. Потому что до тех пор, пока Израиль был с Богом, никто не мог одолеть Израиль. Эти случаи описаны тоже в Писании. Точно так же и мы с вами. До тех пор, пока мы способны повиноваться Божьему Слову, способны повиноваться наставникам, мы находимся в сильной позиции, потому что Бог на нашей стороне. Бог никогда не пойдет против того, кого Он поставил. Против Моисея шел Бог или нет? Кто-нибудь скажет, ну ты сравнил Моисей и ну там сегодня, да, человек. Здесь мы смотрим принципиально на общую схему. Мы не сравниваем, что современный человек там, да, лидер, он такой же, как Моисей. Он выполняет те же функции и очень далеко находится на самом деле от Моисея. Но принципы в духовном мире точно те же самые остаются. И мы видим, что пока Моисей был на горе, израильтяне стали грешить идолопоклонством и блудить. Этот эпизод показывает, что люди в принципе способны сохранять верность Богу, когда Моисей находится рядом. То есть, когда есть пастырь, когда есть наставник, когда его нет, хагига начинается. Понимаете, это как взрослые ушли из дома. И у детей там что хотят, то и делают. Вот очень это похоже. Знают, что попадет, но все равно делают. Почему? Очень хочется. И такая радость, когда уходят из дома взрослые. Уже такое предвкушение, знаете. И уже внутри где-то есть чувство, что то ваза может разбиться, да, то упасть, то штору оборвать. Да мало ли что. Но все равно идут на этот шаг. Почему? Но очень хочется вот ослабиться или почувствовать свободу. Почувствовать свободу. Я напомню, что тема у нас духовная зрелость. Зрелый человек, он может чувствовать вот эту свободу, повинуясь абсолютно Божьему Слову. И в этом действительно есть свобода или свободный выбор. И как я уже сказал, очень много есть верующих людей, которые они как бы способны быть верующими и быть вот что называется на месте, где надо, когда наставник предпринимает все время какие-то усилия. То есть все время стимулируя человека, подпитывая, как бы поддерживая его. Конечно, такие люди, как Моисей, всегда это делали и будут это делать до конца своей жизни. Но наступает же время, когда приходится уже самому идти, правильно, самому двигаться. И поэтому духовная зрелость, я думаю, это та цель, которую мы все должны перед собой поставить и пытаться ее достигнуть. Именно через повиновение мы способны понять или увидеть, насколько мы духовно созрели, чтобы это делать. Более того, когда вы один, два или три раза так сделаете, вы переживете невероятную благодать. Бог обязательно наполнен благодатью сердца и благодать будет для вас просто наградой за ваше повиновение. Не стимулом, что я это делаю, потому что я под благодатью, знаете, как под допингом. обратный процесс, когда ты это делаешь, все не хочется, все так мрачно, придет в твое сердце благодать, как награда, кесахар и гия, в конце. Бог обязательно вознаградит человека. Я уже не говорю про закон, осенние жатвы, или меда, кинегит, меда, мера за меру. То, что все время происходит в жизни людей. Посев и жатва, посев и жатва. И мы видим, что если Моисей чуть-чуть задерживается там наверху, люди скатываются в аморальную жизнь. Почему-то. Почему? Там по тексту, когда мы читаем, они же в принципе все равно хотят, чтобы было у них что-то, чему бы они поклонялись. им все равно нужно что-то, зачем идти, за кем идти. Они говорят, Арону, отлей нам короче тельца золотого, сделай нам Бога, а то как это мы, Моисей ушел, и что нам теперь, давай нам Бога нового сделай, а то мы сиротами остались. Вот не дождались всего один день, мы же это знаем все из Писания, как часто люди не могут войти в благословение, останавливаясь буквально на пороге. 39 дней было нормально, на 40-й день панчер, прокол происходит. Почему? Потому что недостаточно зрелый еще. Моисей был достаточно зрелым. Вы представляете себе вообще, что это такое вести целый народ, несколько миллионов людей, а его все время то побить камнями хотят, то опрокинуть, то бунтует против него. То есть он все время находится в состоянии какой-то противостояния вот этим людям. Параллельно он служит Богу и все делает для этого народа. Параллельно. Я думаю, это просто невероятное давление, которое испытывал Мушей. Поэтому у верующего человека, у нас с вами, друзья, должны формироваться такие вещи, как зрелость, самоконтроль. Не Моисей нас будет контролировать, я сам себя способен контролировать. и впереди должна быть цель вырасти в полный возраст Ишуа Мессии. Почему для нас так важен этот пример Ишуа Мессии? Потому что он был такой же человек, как мы. Он хотел есть, пить, правильно, спать, уставал. Внутренняя составляющая это было небесное. Но похожей с нами была идентичность вот эта стопроцентная. 100% человек. И он показал, он как бы подал пример нам, как преодолеть вот эти искушения. Дело в том, что у Ишуа тоже были вот эти вот моменты борения, когда он сражался, когда он боролся. Например, молитва в Гефсиманском саду. он говорит, отец, если можно, пронеси, пожалуйста, эту чашу мимо меня. И потом он молится и говорит, но пускай будет не мое желание, а твое осуществиться на этой земле. То есть, как человек, он хотел бы, чтобы было иначе. И он не выдвинул претензии отцу и не сказал ему, ты же всемогущий, ну что ты не можешь другой способ придумать. Нет, он говорит, я буду повиноваться твоему решению и пойду до конца в этом. Понимаете сейчас вот о чем я говорю? Это уровень очень высокий, для нас он недоступен, я думаю, потому что это Мессия. И его сражение было вот в духовной территории против тех сил, против которых мы только можем сокрывшись в нем как-то выступить. но у нас на земле есть территории, где мы должны на нашем человеческом уровне в своей позиции тоже победить и прибегнуть надо, к примеру, Мессии. Он поможет нам преодолеть вот эти искушения, не повиноваться. Его пример должен научить нас все-таки пойти вот этим путем, путем послушания отцу, послушания наставнику, потому что для него этим наставником был отец сто процентов. И мы же видим из Писания, Ишуа во многих местах говорит, отец мой больше меня. Он все время показывает, отец дал мне власть. То есть это снова он говорит, что все было в руках отца, но он делегировал власть сыну. Для чего? Чтобы мы могли от него научившись пойти дальше. Дело в том, что если бы сегодня в нашу жизнь пришел Архангел Михаил и сказал следуй за мной, мы не смогли бы этого сделать при всем нашем желании, потому что Архангел Михаил живет в духовном мире и является духовным существом, а мы плоти кровь, мы прах земной, нам нужен кто-то похожий на нас, чтобы сказал нам следуй за мной, прожив какой-то участок жизни и подав пример послушания во всем. И Писание говорит, что он во всем был послушан Отцу, так или нет? Я просто пытаюсь сказать, что Ишуа тоже было нелегко, и он тоже имел свое мнение на эти вещи. Отсюда, с земли он это видел вот так, но было полное доверие Отцу, и поэтому он мог сказать, но не моя воля, не мое желание пусть осуществится, твое, потому что для этого он и пришел. Колоссальный пример для нас. Сын полностью повинуется Отцу. Где найти такого послушного Сына, скажите, на земле? Ну нету просто. Ефесянам 4 глава с 11 по 14 стихи я прочту. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в миру полного возраста Мессии, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Аминь. На что я хочу обратить ваше внимание? Писание ясно говорит, что именно Бог ставит одних людей апостолами, других пастырями и учителями, пророками и так далее. Теперь, для чего он это делает, Бог? Для чего? Здесь написано к совершению святых на дело служения. Фактически задача любого пастыря помочь людям стать служителями. не просто сидеть, ходить и уходить, а занять активную позицию в теле. Более того, совершению, то есть, что такое совершение или делание, да, созидание, построение. Нужен кто-то, кто поможет оформиться. руке, как рука, ноге, как нога. И все это делают дары, которыми наделяет Бог человека. Когда Бог человека ставит в позицию, допустим, учителя или пастыря, человек не сможет долго находиться в этой позиции и качественно ее отработать, эту позицию, да, если не будет дара свыше. И здесь причем написано до тех пор, пока не придем в единство веры. Фактически это до конца. В мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии. Представляете, что такое дойти до состояния полного взрослого возраста Машеха. Это цель, скажем так, недостижимая. И в этом ее благословение. Потолка нет. Потому что как только человек достигает потолка, он теряет интерес. Чем так лечет нас Создатель? Тем, что он просто необъясним. Он настолько великий, что мы не можем охватить это своим мозгом, это величие. мы понимаем, что нету предела просто. Это значит, всю жизнь есть стимул. Разбирая такие тексты, мы непременно сталкиваемся с вопросом, можем ли мы доверять или нет, чтобы повиноваться тому или иному человеку. Двенадцатый стих, я думаю, должен дать ответ. Каждый из нас имеет полное право проверить, может он доверять или не может он доверять наставнику или пастырю или учителю. Я еще раз подчеркиваю, каждый человек имеет полное право сделать эту проверку. И к этому призывает нас Писание. Ведь за каждым человеком стоит определенный дух. Вы согласны с этим или нет? Иоанн в своем послании говорит, не всякому духу верьте. Все испытывайте, хорошего держитесь. И поэтому я думаю, вот люди, которые попадают в нашу общину, да, каждому нужно время, чтобы меня проверить. И я знаю это наперед, и вот вам говорю это с кафедры открыто. Почему? Глупо было бы просто вот так взять и довериться сразу человеку, который пускай стоит за кафедрой, даже что-то говорит. Сначала надо проверить, как он живет. И это нормально. Но в тот самый момент или с того момента, когда мы для себя делаем какие-то выводы и мы видим, здесь вот так он поступает, здесь вот так живет. Ну тот вот другой какой-то наставник, да? Мы сейчас о чем говорим? О авторитете этого наставника в моей жизни. Готов ли я его послушаться? Готов ли я его впустить? Что значит готов ли я его послушаться? это значит готов ли я сделать то, с чем я не согласен, когда он мне это говорит? Вот о чем речь идет. Возможно он ошибается. Да, может быть. Разве человек не имеет права на ошибку? Разве есть люди, которые никогда и ни в чем не ошибаются? На самом деле да. Те, кто ничего не делают, они не ошибаются. Но те, кто идут и делают, ошибаются. И это не значит, что теперь все. Потому что в жизни такого человека этих ошибок в миллион раз больше. На самом деле. Просто он их боится раскрыть. Для нас определяющим фактором авторитетом мнения того или иного человека в моей жизни является его послушание Богу, его готовность просто идти до конца, готовность посвятить себя. Когда мы видим, когда мы видим, предположим, человек призывает жертвовать, а сам не жертвует. Возникает вопрос сразу, а почему он не жертвует, если сам учит этому? Так или нет? Призывает читать Библию, а сам не читает. Что-то тут не то, мы это чувствуем. Но когда мы видим, что человек призывает к тому, чем живет сам, и мы это много раз проверили и убедились в этом, вот тогда мы способны ему доверять. мы как бы выписываем лицензию ему войти в моё пространство, войти в мою жизнь и помочь мне решить какие-то вопросы. Но до тех пор, пока человек сам не согласится, наставник, учитель, пастырь, он не может туда попасть и в принципе не нужно туда входить. Потому что Бог наделил всех нас правом выбора. И ни один человек не может отнять у другого человека право выбора. И я прекрасно понимаю, что для одного человека мои слова что-то значат, а для другого ничего не значат. И меня это совершенно не смущает. потому что я знаю, как это все устроено вот здесь в Писании это же описано. Один человек считает там кого-то пастырем, а другой говорит, да какой он пастырь? Слышали когда-нибудь такое? типа и что он теперь будет мне говорить, что мне делать? Сам все знаю, умный. Ну и по результату жизни видно, как он все это знает и какой он умный. Правильно? Более того, никто же не говорит, что вот тот он умнее, он просто книгу читает, а в книге написано чего делать. И искренне двигается в соответствии с этим написанным. Поэтому совершение святых на дело служения вот конечная цель созидания тела Мессии. Тело строить надо. Строительство это всегда инвестиции, это всегда затраты, это всегда нервотрепка. Попробуйте дом построить и вы поймете какая это нервотрепка. И вот эти люди они умышленно сознательно идут, потому что не могут не строить. В итоге им придется дать отчет перед тем, кто поставил их на это место. Бог никогда людей не посылает просто так. То есть Бог не заставляет нас поднимать здоровенный такой камень вручную. Он нам дает подъемный кран, показывает как это работает, говорит, на, пользуйся. Откройте 2 Петра, пожалуйста. 2 Петра. 2 Петра. Первая глава. Я пытаюсь сказать, что Бог обязательно обеспечивает нас силами все это сделать. Просто нужно взять это, войти в это. Третий стих. Два стиха. Третий и четвертый. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Аминь. Растление похотью это не только телесная нечистота. Растление похотью в разуме происходит у людей. Бунт или неповиновение это то же самое растление неудовлетворенным желанием или похотью. Достижь чего-то, доказать что-то или просто утвердить свою позицию здесь или там. это такое же точно будет желание и оно будет растлевать изнутри человека, потому что лишит его возможности быть повиновенным. И Писание говорит, что даровано нам это как от божественной силы. Человеческими усилиями практически это невозможно сделать, но это возможно, если мы примем силу Святого Духа. все необходимое для жизни даровано нам. Посмотрите как написано. Божественная сила, которая созидает нашу жизнь, она дана нам в подарок. Мы можем ей пользоваться, а можем отказаться от нее и жить человеческими силами на этой земле. Многие кстати так и делают и совершают ошибку. Великие драгоценные обетования, то есть Бог пообещал, Он говорит, прими вот эту силу божественную и я тебе обещаю, что ты будешь успешен, ты будешь благословен, причем успех абсолютно не связан с обладанием предметами на этой земле. Ну там я имею ввиду то, что движется или то, что не движется, ценности материальные. Понимаете? Успех вообще это для меня не показатель успеха. У человека есть это или есть то, ну есть, у других тоже есть, а успех где? Под поле оно сгорит, нет его. Правильно? Успехом для меня является то, что не горит, то, что нельзя украсть, то, что моль не ест, то, что ржавчина не точит. Это действительно успех. Возьмем, к примеру, апостола Павла. Успешный человек был в жизни или нет? Как вы считаете? Ну и что, у него было там шестерка белых коней, арабских скакунов и золотая карета, на которой он ездил со свитком и проповедовал бы. О, успешный проповедник. пешком ходил, то на корабле разобьется, то змея покусает, то еще чего-то там, да? То побьют, то прибьют. Успешный? Исайя также, да, Еремия также, Иезекииль также. Успешные люди или нет? Конечно, да, потому что их успех измеряется не золотом и не серебром и не одеждами разноцветными. Успех их измеряется исполнением воли Бога на этой земле. И эти люди успешно исполнили волю Создателя. Они были послушны ему, хотя им было тяжело. И мы можем быть успешными только тогда, когда сделаем то, что определил нам Бог на этой земле. Именно отсюда формируется наше внутреннее состояние удовлетворенности, которое является благочестием на самом деле. Что такое благочестивый, мы знаем, довольный. Довольный. Откуда приходит довольность это или довольство? Я специально меняю слова, чтобы они услышаны были. удовлетворенность от полного осознания, что ты правильно поступаешь, ты правильно живешь. И вот эта внутренняя сила и дает нам силы, она наполняет нас, как соком наполняются яблони, и потом на ней вырастают яблоки. И это невозможно остановить этот процесс. Плоды совершения святых на дело созидания тела Мессии. Это уже плод определенный. И Библия говорит, нам дарованы великие и драгоценные обещания, чтобы через эти обещания вы сделались причастниками божественной природы, божественного естества написано. Почему так написано? Да потому что когда Бог сотворил человека, это то, что он и имел ввиду, чтобы в нас был образ и было подобие Бога, чтобы в нас было естество Бога, чтобы вот так мы жили на этой земле, управляя планетой. И в тысячелетнем царстве все это будет реализовано. А потом Бог говорит, он сделает новое небо, помните? И новую землю. Почему? Потому что цель, которую Бог поставил, он ее достигнет, друзья. И те, кто будут послушны Его слову, войдут просто вот в эту фазу, в которую не вошли непослушные. Люди думают, вот этому проповеднику или пастырю ему выгодно, ему выгодно нас призывать к этому, ему выгодно, те, кто так думают, сделайте наоборот, я вам говорю. Если кто-то думает, что я имею личную выгоду с этого. Я уже сказал, многие из вас меня знают давно, больше десяти лет, правильно? Ну, выгода в чем? В чем выгодал я? В одном только. Я живу, исполняю волю Бога на этой земле, вот это вся моя прибыль. Знаете, вот люди думают, слушай, выгодно быть летчиком, самолет дали, на самолете летает истребитель. Правда выгодно? Ну, мы же не летаем, а он летает, его топливом бесплатно заправляют даже. Патроны, все бесплатно, только давай. Вот их. Но он-то жизнью рискует, или нет? Вот и вся выгода, понимаете? Люди на алтарь кладут себя, а кто-то смотрит, думает, слушай, у него такие условия, так ему все удобно, но это я не про себя, потому что можете ко мне домой прийти, посмотрите, я на схируте живу до сих пор. Но есть люди думают так, выгодно, он что-то с этого имеет, давай приходи, служи со мной вместе, тоже будешь иметь то же самое, гарантирую. Кто хочет? Нельзя, братьев пока только, сестры за братьями, там Рита просто руку поднимает, а сказать не надо, сейчас я говорю, у нас сейчас не дискуссия, я проповедь читаю, разные вещи. Бог дал человеку в подарок силу по природе больше, чем человеческая сила, для того, чтобы мы могли преодолеть в этом мире категории, которые сильнее нас, а не по плоти, нас намного сильнее, а Бог дает нам топливо, дает нам силу и рычаги, чтобы мы могли поворачивать эти камни, понимаете, вынимать их, если надо гнуть этот мир, так, чтобы пройти, ну, там мир раз такую железную решетку, раз ее подошел, разогнул, пошел дальше, она ставит преграды, а мы их преодолеваем силою, божественной силой, дарованной нам свыше, понимаете, божественной силой нужно научиться пользоваться, для этого нужно правильное понимание или обновленный разум, ум Христа, то, что мы называем, но это все равно, что маленькому ребенку дать гранату, то есть в этой гранате сила-то сокрыта или нет, но дайте ему поиграться, никто же этого не делает, правильно? Сейчас научить надо, чтобы он созрел, мы говорим о духовной зрелости, правда? То же самое Бог, Бог. Он дает нам эту силу, но он говорит, вам нужно научиться этой силой правильно пользоваться. Пример, вы помните ученики, когда не пустили Ишуа ночевать, они говорят, Господь, хочешь мы сейчас, вот это село сейчас мы тут сожгем просто, сейчас огонь с неба. Он говорит, вы что, не знаете какого вы духа? Он учит их пользоваться той силой, которую они уже почувствовали, выгоняя бесов и исцеляя болезни, когда он их послал по два человека. И они уже почувствовали эту силу направо и налево уже, о, сейчас мы тут огнем поливать будем. говорит, тихо, тихо, это ж люди живые, аккуратнее надо. Научиться нужно пользоваться этой силой. Когда мы познаем Бога, когда мы познаем эту силу, мы соединяемся с Богом вот в этих вещах. Отсюда и насыщение, в скобках благочестия, отсюда полнота, ощущение жизни. Знаете, многие люди, вот, я не знаю по статистике, когда этот кризис, там, после сорока или после сорока пяти, депрессии, сорок после сорока. Почему? Вы задавались себе в этот вопрос? Потому что человек понимает, что он прожил на земле сорок два года. Ну и что у него есть? Что он достиг? Сейчас уже он идет не на рынок, а с рынка, уже домой идет. Понимаете, да? То пока молодой, идешь на базар, полный карман денег, в предвкушении, сейчас там купим мы все. А это уже ты с рынка идешь? Ну, шутят так. Жизнь уже пошла в обратную сторону отсчет. И люди смотрят, и у них депрессия. Результата нет. Что он имеет? Что он добился? Ну, я, друзья, никого не хочу обидеть, но я просто сейчас скажу, очень распространенные моменты, да? Был женат, развелся, дети не с ним, второй раз женился, не слепилось, опять, уже 45, да? Опять один. Ну, там с кем-то сожительством, ну, там что-то, наступает депрессия, как бы, пустота вокруг, нету ничего, результата-то нет, а жизнь проходит, время течет, не остановишь это время. Бог хочет, чтобы мы не жили в депрессии, чтобы, находясь в среднем возрасте, там, или зрелость, вот это, да? Почему депрессия наступает? Потому что мозги уже работают не так, как в 20. У меня тоже, у меня в 20 лет такой сквозняк был в голове, гантели сдувало, не то, что там легкие предметы. Понимаете? Сейчас по-другому уже. Хотя, тоже у всех, что у вас нет, и у меня ветерок, у всех есть этот ветерок. Как один человек однажды сказал, когда сквозняк в голове, с одной стороны нехорошо, а с другой стороны всегда свежие мысли. надо во всем искать положительное. Ну, а когда свежие мысли, какая там депрессия? Понимаете? Депрессия – это духовное состояние подавленности человека именно от того, что ничего не получается. у других, да, а у него нет. Ему плохо. Бог дает нам силы преодолеть вот эти вещи. И, казалось бы, вот, особенно люди старшего возраста, а у них еще больше депрессия же, ближе к смерти теперь уже, уже как бы жизнь не так активно проходит, как раньше. У верующего человека совершенно другие точки опоры, и в его жизни работает другая сила. И Господь очень хочет, чтобы в результате вот этого познания и соединения с ним, с его силой, мы стали причастны к божественному естеству, то есть к божественной природе. Когда это божественное естество в нас внутри потечет, начнет работать, вот в этот момент мы будем достигать зрелости определенной. Мы будем видеть иначе мир. Мы будем видеть иначе себя в этом мире. Мы будем оценивать по-другому. И мы тогда сумеем помочь своим детям, своим внукам, знакомым, друзьям. Просто такому человеку, которому надоело вот так жить, он придется спросить, слушай, а как надо? А как правильно? Ну, давай покажу. Вот так и вот так. Откуда ты знаешь? Да вот здесь написано. Точно знаю. И не я один это знаю. Уже много поколений прошли и прожили этот путь. Люди так живут, потому что внутренний человек, ему все кажется, все впереди. Понимаете? Вот я у родителей спрашиваю, они тоже считают, у них все впереди. И правильно делают, потому что сегодня у них действительно все впереди. но есть люди, которые в обмане как бы находятся. Они думают, о, я еще успею, о, я еще успею. Никто не сумеет перехитрить Создателя. Он, в принципе, и не соревнуется даже. В Писании написано Ицхака Дунай. В конце Господь посмеется вот над этим всем, потому что это глупо просто. Мягко говоря, это глупо, в этом нет мудрости. Духовная зрелость и повиновение. Через повиновение мы можем проверить, это как лакмусовая бумажка, насколько я зрелый. И на самом деле, когда вы научитесь этим вещам, вы увидите, как будет легко, снимется куча вопросов, спадет напряжение просто. А вы почувствуете силу, которая через вас уже течет. Потому что, когда люди не повинуются, они все свои силы тратят не на то, чтобы волю Бога исполнить, а им так и кажется, а на то, чтобы перебороть вот этого человека и постановить свою какую-то позицию или мнение. А для этого всего-навсего нужно стать в позицию лидера, взять на себя ответственность. Тогда ты все поймешь. Не все так просто. Мне всегда это напоминает, знаете, вот есть экранизация, но есть и книга «Собачье сердце», вот там Шариков был такой. Он говорит, да ну взять все и поделить. У него все просто было. Почему? Потому что уровень мышления такой, низкий очень. Ему все кажется просто. На самом деле все довольно сложно. Но когда мы к этой силе обращаемся, мы можем стать духовно зрелыми. И духовная зрелость это когда мы используя вот эту божественную силу достигаем цели, которую поставил Бог перед тем, когда делал человека. То есть сотворив человека, он же для определенной цели нас сотворил. Так вот когда мы становимся духовно зрелыми, мы эту цель начинаем понимать и видеть. Когда-то я тоже изучал философию, издавал экзамены по ней. это обязательно программа любого высшего учебного заведения. Ни один философ и ни одна философская школа не смогли ответить на вопрос в чем смысл жизни. В философии это считается тупиковый вопрос, или вопрос, на который нет ответа. В чем смысл жизни. Знаете, почему нет ответа? Потому что там нет того, кто создал человека. Нет Бога. Но для нас, мы с вами креационисты, мы верим, что все сотворено Богом. И мы понимаем прекрасно, что если Творец что-то сотворил, есть цель. Поэтому мы эту цель знаем из Писания. Промежуток промежуточная цель для нас вернуться в состояние первого Адама. Это промежуточная цель, чтобы потом дальше уже исполнить полностью цель. Быть творением, сотворенным Богом, для того, чтобы быть Его образом, быть Его подобием, отражать Его славу в том мире, в котором Он нас поселит. Поэтому написано, Он сотворит новое небо и новую землю. и Он достигнет той цели. В этом творении все равно. Просто вот сейчас 6 тысяч лет примерно люди идут своим путем как бы. Он дает возможность все это исправить, но потом Он сделает так, как хотел, чтобы это было. Я Вам скажу, мы увидим колоссальную разницу. Поэтому сегодня мы имеем мудрости и имеем все предпосылки к тому, чтобы все-таки повинуясь жить на этой земле, повинуясь Богу, наставникам и таким образом достигнуть цели, которую поставил Создатель, сотворив человека. В завершении я хочу прочесть последний отрывок с 5 по 8 стих очень важный отрывок. Я просто, я даже не буду его комментировать. Вторая глава послания филиппийцам, вторая глава с 5 по 8 стих. Я вот этот кусочек прочту и потом мы помолимся. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и в Мессии Иешуа. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты даешь нам возможность из священных писаний разуметь и видеть ту цель, которой нам нужно двигаться. Благослови, пожалуйста, нас и помоги нам быть людьми, которые действительно достигают Твоего образа и Твоего подобия. пусть сила божественная наполняет нас, наши дома, наши семьи, нашу общину. Благослови, чтобы каждый из нас был успешен, удовлетворен и благочестив. За все благодарим Тебя и славим во имя Ишу, Мессии. Аминь. Мессии. 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 Продолжение следует...